17 октября в Керченском политехническом колледже один из учеников расстрелял 5 преподавателей и 14 студентов. В числе погибших есть несовершеннолетние. Сам нападавший покончил с собой. Детали трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы. Один из главных вопросов, на который уже вряд ли получится ответить однозначно, что заставило молодого человека совершить столь чудовищный поступок. О том, почему вчерашние школьники могут взять в руки охотничье ружье, а затем устроить кровавую бойню. Мы побеседовали с психологом Светланой Боровковой. Мне приходят в голову слова Толстого, который хорошо разбирался в людях. Он говорил так, что человек – существо текучее. Я понимаю это так, что всегда мы можем быть разные, смотря с чем мы сталкиваемся в жизни, какая ситуация идет в данный момент нашей жизни. В массовом убийстве подозревается студент 4 курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков. Федеральных СМИ его охарактеризовали как закрытого и необщительного подростка. Никакой информации о травле со стороны сверстников не поступало. Известно, что юноша недавно приобрел охотничье ружье и патроны, причем совершенно легально. В арсенале убийцы были также самодельные бомбы. Расправу над учениками юноша спланировал заранее. Всего скорее это были какие-то удовлетворенные амбиции любого плана в лидерстве, в любви, в месте в сегодняшней жизни. Это могли быть какие-то проблемы внутреннего плана. Например, человек не видел смысла жизни. Много вопросов у журналистов вызывает система безопасности в колледже. Почему вооруженный до зубов студент смог беспрепятственно пройти в здание? Мне 22 года. Совсем недавно я окончил один из Ивановских вузов. В учебном корпусе, который ежедневно посещают сотни людей, пару лет назад установили турникеты. А вот рамок металлодетекторов там до сих пор нет. А вот в Керченском политехническом колледже эти рамки были. Правда, по некоторой информации не работали. Охрана, камеры видеонаблюдения и металлодетекторы не помешали 18-летнему студенту пронести в учебное заведение оружие и самодельные бомбы. Парень хладнокровно расстрелял своих ровесников и педагогов, после чего сам застрелился. В Иванове ситуация с металлодетекторами оставляет желать лучшего. Зачастую они, если и установлены, то не работают. Мы решили поговорить с ивановцами, чувствуют ли они себя в безопасности в родном городе. Вы учитесь в медакадемии, я правильно понимаю? Да. Да. Какие у вас там системы безопасности? Ну, у нас турникеты и охранник сидит. Металлодетекторы? Нет. Ну, то есть, теоретически любой может пронести туда какие-то опасные предметы? Может быть, да, скорее всего. Вам не становится страшнее ходить на учебу? Я, если честно, об этом не думала как-то. Вы, наверное, достаточно часто посещаете какие-то общественные, публичные места, и очень мало где есть металлодетекторы, тем более работающие. Ну, металлодетекторы есть, собственно, да, но не всегда металлодетекторы могут как-то обезопасить, да. То есть, вы можете с бомбы пройти, он сработает, а охранник может как-то это не заметить или еще что-то, да. Или большая проблема, когда людей очень много, и металлодетекторы, они создают препятствия дополнительные. Наш город достаточно безопасен? Ну, мне кажется, да. У нас более спокойная в этом отношении обстановка. Но что возникнет в голове у подростка, тоже предположить трудно. Может быть, травля какая-то его заставила, может быть, какие-то обстоятельства не очень благоприятные дома. А как вы считаете, чем руководствовался молодой человек? Вы знаете, я не знаю, или он больной какой-то или чего-то, но это не нормальное поведение. Так все. Сначала расстрелять, потом взорвать. Представьте, в каком состоянии должен быть. Или он с кем-то связан, или чего-то. Ну, нормальный человек же такого не сделает, правильно? Оружие в нашем стране запретить надо и выдавать только в исключительных случаях. Оружие ни к чему хорошему никогда не приведет. Врачи борются за жизни и здоровье пострадавших студентов и преподавателей. Их почти полсотни человек. К сожалению, предотвратить случившееся невозможно. Однако, вполне реально сделать так, чтобы трагедия не повторилась. И это в руках силовиков и чиновников. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.